Всем привет, ребята! Я Алиса, и сейчас я беру вас с собой и отправляюсь в магазин тратить очень много денег и скупать абсолютно все, что мне понравится и что я захочу. Но, как вы знаете, в этом челлендже есть и одно правило. Скупить я могу все только в черном цвете. По моей одежде, по моему платью... Оу, ветер! По моей одежде вы можете это все понять. Поэтому, ребят, будем искать черное. Надеюсь, закуплюсь и потрачу много денег. У меня есть безлимитная карта. А если ты хочешь такую же карту и тратить так же много денег, я пошлю тебе удачу. Но для этого нужно подписаться на мой YouTube-канал Алиса Лисова и нажать на колокольчик. Это действует только сейчас. Я жду. Подписался? Будет удача. Не подписался? Прости, не будет удачи. Ну все, ребят, и если хотите следующую серию, набираем 30 тысяч лайков и пишите, какой цвет вы хотите в комментариях следующий. А мы отправляемся тратить деньги, потому что нельзя долго ждать. Маленький единорог тоже хочет тратить вместе со мной. В повседневной жизни у меня нет такой безлимитный бюджет, как сегодня, а хорошо сэкономить. Мне помогает BigLeon. Это самый крупный купонный сервис в России с аудиторией более 16 миллионов пользователей за последний год. Прямо сейчас вы можете перейти на BigLeon и выбрать категорию услуг, где хотите сэкономить. И смотрим скидки и акции на интересующие вас услуги. Здесь есть красота, здоровье, рестораны и кафе, развлечения и многое другое. А сейчас я на своем примере покажу, как же это работает. Например, я хочу сделать и обновить свой маникюр. Заходим в раздел красота, находим услугу маникюр, находим понравившийся салон, мне подходит вот этот. И покупаем купон. Мне подходит вот этот купон за 795 рублей на маникюр. После покупки купона вы просто приходите и получаете свою услугу по условиям акции и без всяких доплат. Это же суперэкономия. На BigLeon представлены более 10 тысяч акций по всей России в более чем 60 городах. Ну а для моих подписчиков по промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы получите дополнительные 5% скидки. Ссылочка на BigLeon находится в описании к видео. Прямо сейчас переходите и ловите супер скидки. Наши покупки я начну со сладкого, потому что во время беременности мои вкусовые предпочтения изменились. Обычно я любила соленую рыбку, сухарики, чипсы, а сейчас меня несколько дней уже тянет на сладкое. Хорошо, что у нас черный челлендж, можно взять много шоколада. Так, ну вот это мне уже не нравится. Я думала всегда, что ММД, он в черной упаковке, а он в коричневой. Ребят, если вы хотите коричневый цвет, пишите. Не судьба мне сегодня его купить. И это коричневая. А, написано... Да, коричневая, ребят, вообще мне не повезло. Пойдемте дальше. Здесь еще много шоколада, но черный шоколад я не люблю. Давайте сюда. Вот, вот, наконец-то, смотрите. Помните, харибу? Это лакричные такие палочки или как их назвать. Давайте возьмем побольше, потому что... Где я еще возьму черное? Они еще по скидке, но нам сегодня без разницы на скидки берем все. А что еще есть? Ток, ребята, здесь все яркое. Посмотрите. Чупа-чупс радужный, всякие коровки, червяки. Я обожаю подобный отдел. Здесь столько всего кислого. А вот есть еще банан в шоколаде. Кстати, вот этот банан идет в черном шоколаде, и он очень вкусный, еще и ппшный, поэтому берем. Первые покупки отправляются в нашу телегу, но мне этого мало. Я хочу взять вкусняшек прям на осенние-зимние вечера. Что еще здесь есть? Шоколад я не очень люблю. Шоколадные конфеты обычные, чернослив нет. Есть еще дыня в черном шоколаде. Это как банан, только дыня. Если банан я пробовала, то дыню буду впервые, поэтому мне интересно. О, еще кокос в шоколадной глазурь. Это очень похоже на Рафаэлла, но здесь видно как-то более коричневое, поэтому берем пока дыню. Но если честно, я хочу вернуться к этому отделу. Посмотрите, ребята, здесь мармелад в форме конструктора. Представьте, лего мармелад. Кто пробовал такой, напишите в комментариях, потому что я это вижу впервые. Слушайте, тут еще можно собирать из него что-то. Ниппон. Как жаль, что мало черного в этом отделе. Авокадо бы для оленины я купила. Радужные маршмелленки. Всякие бургеры. Фрукты. Ребята, ММДМС меня тоже подвел. Он коричневый, поэтому беру свою дыню в шоколаде и пойдемте искать другой отдел. Мне кажется, черного сегодня будет много. Не повезет в еде, так в чем-нибудь другом. Потому что в черное можно купить все, абсолютно в любом отделе много черного. Пойдемте искать. Ребята, проходим скорее в мой любимый отдел с всякими штучками для девочек. Посмотрите, сколько здесь черных масок. Вот это я люблю. Кстати, маски, которые я куплю, я буду тестировать в инстаграме. Ссылочка где-то вот здесь. Присоединяйтесь. И там еще фотки с беременной фотосессией вас тоже ждут. А я пока возьму вот эту маску. Она пузырьковая и очень крутая. Кто пробовал такую, вы ее наносите на лицо. Она черная. И потом все лицо покрывается пузырями. Она классно очищает лицо, поэтому я беру. Но я возьму все по одной, чтобы протестировать прям все-все-все. Так, а где еще черные? О, вот какая-то маска. Маска увлажняющая. Такую я вижу первый раз с витаминами. Тоже берем. Еще, ребята, посмотрите, есть, оказывается, мицеллярная вода. И она реально черная какая-то. Надеюсь, она и внутри черная. И к ней же еще идет какое-то средство для лица. Кто пользовался, напишите. Но мне главное цвет, поэтому я беру все. А еще, мне кажется, да, черного здесь нет. Есть, а, Black Mask. Маска-пленка черная. Кстати, я помню, во времена слаймов из маски-пленки черные делали слаймы. Прикиньте, вот это я помню. И еще какая-то. Давайте берем две. И больше, ну, уже точно ничего нет. Есть всякие классные скрабики. Но, мне кажется, хотя, возможно, он кофейный и внутри тоже черный. Поэтому я возьму. Вот, обожаю кофейные скрабы, которые еще идут с глиттером и классно пахнут. Так, это мы берем. И, ребят, кажется, я взяла мало масок. Давайте еще возьмем, потому что бюджет не ограничен. А я какая-то сегодня скромная и экономная. Пойдемте сгребать все маски. Берем нашу тележку. Идемте задом. Ребята, кажется, меня черные вещи пугают. Посмотрите, я нашла какую-то корейскую маску. Она черная. Но почему тут нарисован мужчина с вантузом? Она удаляет, по-моему, черные точки или что-то еще, или синяки под глазами. Короче, берем эту жесть. Буду тестировать в инсте. Отправляем в черное. А больше? А нет, нет, нет. Вот еще черная маска. Вот это мне очень нравится. И еще я вам сейчас покажу крутую маску. Я уже ею пользовалась. О, черные какие-то патчи корейские. А, это для носа. Смотрите. А, удаляют черные точки с носа. Берем, берем. И вот масочка, которую я вам хотела показать. Смотрите. Вот же она кружевная. Вы одеваете эту маску, и она прям черная, кружево у вас на лице. Можно сфоткаться в инсте, поэтому мы ее берем. И мне кажется, что мы купили все черное. Так, здесь как бы ничего, да, интересного нету. Здесь мы уже купили. Кстати, вот это тоже крутая маска. Я ее брала на голубой челлендж. И пойдемте искать другой отдел. Кажется, сегодня я куплю себе не только еду и всякие косметические штучки, а еще и одежду. Правда, не уверена, что это женская. Но мне кажется, можно как минимум ходить дома, поэтому не знаю, какие тут размеры. Давайте выберем и возьмем. Или они все одного? Ну, давайте возьмем. Почему нет? Мне с животом как раз нужен оверсайз, поэтому берем. Мне кажется, тут просто все размеры единые, потому что ничего не написано. Так, это мы откладываем. А что еще? О, еще футболочка. Футболка, нет, ну футболка уже слишком, я ее брать не буду. А, тут еще размеры 48, 52, нет, 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 пойдемте лучше как-то другое поищем. А, это мужской отдел, уходим. Тут есть всякие классные супергерои, но они нам не подходят по цветам. Хотя для видео я бы прикупила что-то яркое, радужное, цветное, но не сегодня. Ребята, посмотрите, какие классные сумки-шоперы я нашла. Кстати, с такими сумками классно ходить по магазинам и не загрязнять окружающую среду. Но они какие-то все грязненькие. Давайте выберем одно и добавим как бы к себе. Поэтому почему бы и нет? Сумку-шопер я отправила в телегу, посмотрите, у нас все так накидано сегодня. Так, и чемодан. Вы знаете, у меня уже традиция покупать в каждом выпуске чемодан. Есть и розовый, и голубой, все есть. Смотрите, какой классный чемодан. А как этот цвет? Коралловый цвет, посмотрите, он шикарен. Черных чемоданов нет, но если честно, черные чемоданы я не люблю. У меня все какие-то цветные, яркие. Есть и желтый, и коралловый. Есть еще какой-то серый, но он бюджетный и реально серый. Ну, я не расстроюсь, потому что я люблю яркие, крутые чемоданы. Не сегодня, у меня уже и так на все путешествия, там и для маленького единорога, и для всей семьи. Поэтому чемодан мы не берем. Хотя я бы... Ой, смотрите, какой классный! Это же для маленького единорога! Как я мечтала, когда я буду путешествовать с дочкой, у меня будет отдельный чемоданчик. Посмотрите, он на колесиках. Там еще и принт, смотрите, какой милый! Как жаль, что я уже снимала розовый челлендж. Его можно отнести и к белому, и к розовому. Все, не уйду без этого чемодана сегодня. Ладно, ладно, все, хорошо, камера не уключается. Не буду пока покупать. Тем более, что малышке еще такой несколько лет не пригодится. Она еще очень маленькая. А зря, пойдемте искать дальше что-то черное, мрачное. И покинем этот крутой чемодан. Ребят, напишите, если хотите, еще раз, белый, розовый или фиолетовый цвет. Потому что я хочу вернуться его купить. Я теперь грущу, но не нарушаем. Ой, есть еще купальник. Но нет. Но я думаю, мне не пойдет такой фасон. Поэтому его мы тоже не берем. Пойдемте дальше. Пришли на отдел с игрушками для меня. Несколько лет ближайшее. Это будет актуально. Если честно, я очень даже рада. Потому что для девочки можно купить столько всего. Всякие куклы. Посмотрите, какая машинка. Ааа, класс. Барби на розовой машине. Это же мечта моего детства. Но нам нужна какая-то Барби-бюнетка на черной машине. Потому что челлендж сегодня черный. Давайте искать. Но мне кажется, что... Да как здесь найти все черное? Все такое яркое, радужное. И все Барби-блондинки. А вот, смотрите, что это за новиночка. Ого, кукла какая-то крутая. Надо спросить у Никуси, у Оленины. Потому что я такое вижу впервые. Пойдемте искать черное. Так, может хоть с игрушечкой? О, мячик. Ну, он белый. Ну, ладно, ребят. Мячик мне не так-то уж был и нужен. Возможно, мне с игрушечкой хоть повезет. Но, увы, я обожаю мягкие игрушки. Все они не подходят нам по цветам. Есть вот зайка серый. Так, а где? Посмотрите, какая собачка. Ну, я так хочу ее взять. Но тут так много белого. Пусть она дождется меня, когда я буду снимать белый цвет. Так, ну, точно мне ничего не цветит. Я бы взяла и такие игрушки, и такие. Я люблю прям все мягкое и прикольное. У меня дома уже коллекция маленьких игрушек. И даже не придется ничего покупать маленькому единорогу. Кстати, у меня и Акулина дома, и Авокадо, вы знаете, и Стич. Ладно, пойдемте дальше. Может быть, куклу с черными волосами, хоть Барби какую-то крутую найдем. Смотрите, я нашла какой-то набор для творчества. Правда, не знаю, что это такое, ребят. В составе все необходимое. Это что, стразами украшать рисунок? Ну, давайте возьмем. Честно, не знаю, что это. Напишите в комментариях, кто знает. Но знаю, что оно черное. Берем. А больше здесь и нечего брать. Так. Нет, нет, нет. С этим отделом, мне кажется, мы пролетели, потому что все яркое. А вы знаете, что это мой любимый отдел? С всякими пупсами, крутыми Барби. Смотрите, как она дорого прям одета, да? Ну и цена у нее, кстати, норм. Вот еще крутая. У нее лицо прям, знаете, как настоящее. Какое-то, как маска в инсте. Не как кукла. Прям шикарная. Господи. Когда-нибудь я буду коллекционировать куклы. Или покупать маленькому единорогу, а сама в них играть. А вот эту нужно раскрашивать самим. Да, здесь маркеры в комплекте. Посмотрите, сколько всего классного. Ой, это у нас из мультиков. Прям все серии из мультиков. Но, как вы видите, черного ничего нет. Хотя есть же Барби-муладки, например, какие-то. Мой любимый единорог. Ребята, вот маленькому единорогу надо в будущее такое купить. Очень круто смотрится, но не сегодня. Так, а черного здесь нет. Вот, поэтому мы покидаем этот отдел и ищем что-то другое. Кажется, у меня появилась мега затратная идея, что нам можно купить. Пойдемте. Я видела качелю в прошлый раз, но она же была черная. Подождите. Я же показывала эту качелю и хотела ее купить. Оно еще и по скидке было 25,999. Стало 10,999. Да я бы ее и за 30 купила. Но почему она не черная? Она коричневая. О, посмотрите, какая классная. А может еще черная есть? Давайте узнаем. Мне кажется, должно быть что-то черное. И такая же вот, да, с оранжевой подушкой. Ну нет, ладно, вот мое черное платье. Она коричневая. Пойдемте еще посмотрим. Я хоть посижу на них, что ли. Есть? О, я нашла черное. Это диван садовый. Просто бюджетненько, отличненько. И нет, я такое брать не буду. Я хотела качелю поставить дома. Диван садовый, у меня даже сада нету. Вот еще классная качеля. Конечно, не такая, как те, но тоже неплохо. Может, здесь есть черное? Пойдемте глянем. Ребята, я нашла локацию для нового видео. Заходим. Сейчас тут можно как раз наснимать. Смотрите, как тут уютно. Можно присесть спокойно, поесть и снять для вас новый разговорный ролик. Менять локации. Ну ладно, это диван садовый. Это тоже коричневое. Да, это тоже коричневое. Ох, беременное будни. Я увидела вот этот диван, подушки, и мне прям захотелось здесь прилечь спать. Но нет, тратить деньги я хочу еще больше, поэтому пойдемте что-то найдем. А еще есть отдел с великами. Так, точно ничего нет? Я проверю. Ребят, если вы что-то увидите, напишите в комментариях. Может, я пропустила черное, а то Артем мне точно не скажет. Чтобы я не тратила бюджет. Так, раскладушка какая-то. Ну нет, это все неинтересно. Белая качеля. Ну она же белая. Велики. Помните, я хотела купить новый велик. Может, он будет черный. Это моя черная тележка. Отправляемся за черным велосипедом. Знаете, почему я сюда пришла? Потому что здесь мой любимый хлеб. Вы уже видели его в прошлом видео. Какой он классный. Когда-то я сниму коричневый цвет и его возьму. Но не сегодня. Ну, помимо хлеба, в этом отделе есть еще кое-что интересное. Очень странная покупка, ребят. Прям, ох, какой он тяжелый. Это надувной диван, как матрас. Только диван, слушайте. Я его поставлю, потому что мне нельзя поднимать тяжелое. И сразу отправим его в корзину. Ну, это реально диван. Посмотрите. Не знаю, зачем он. Но раз уж мы пришли. И раз уж бюджет не ограничен. Почему бы и нет? И пойдемте все-таки за великами. Я нашла велосипеды. Посмотрите. Здесь есть очень разные. Кто разбирается и любит кататься, напишите в комментариях. И синие, и какие-то голубые. Я нашла черный. Ребята, но я боюсь его трогать и не знаю, как его покупать. Он, кстати, стоит 9 тысяч. Он черный. И мне кажется, мне подходит. Как вообще покупать и выбирать велики? 8 или 9 тысяч это норм или нет? Напишите в комментариях. Но, если честно, надо кого-то позвать. И как я буду беременна вообще на велике? Это очень странно. Что тут еще есть? О, смотрите, самокаты. Розовый самокат. Какой-то зеленый, оранжевый. Кстати, самокаты вот должны быть черные. А они все яркие. А еще кто-то оставил тут киндер. Это не я. О, скейт. Может быть, взять скейт? Не знаю, зачем он мне. Но, в принципе, нет. Это уже слишком. Я лучше возьму велосипед. Есть еще шлемы, экипировка. Так, знаете, что бы я хотела? Какой-то электросамокат. Прям крутой, дорогой, как все катаются. Но, к сожалению, я не вижу черного. Есть все яркие. Поэтому пойдемте искать. Ой, вот еще детские велики всякие. Мы с маленьким единорогом будем кататься. Но я хочу этот черный велик. Прям очень хочу. Надо узнать, как его купить. Кажется, я определила, что хочу еще купить. Смотрите, это рай всяких мыльных штучек. Сразу же мы видим черное мыло, но оно скучное. Видим вот этот гель. Это мыло, да, черное. И гель черный. Смотрите, как нам повезло. Отправляется это все в нашу телегу, к дивану. И пойдемте дальше. Я обожаю всякие штучки для тела, для лица. Они так пахнут. Но нету черных. Увы и ах. Вот эти, кстати, обожаю. У меня вся серия была вот эта и вот эта. Но я ничего черного здесь не наблюдаю. Это не мое. Какие-то мочалки. О, соль для ванной. Такой большой отдел и ничего черного. Это купили. Так, не теряем время. Пойдемте еще в шампунчики и всякие кондиционеры для волос. Так, у меня появилась экстремальная идея. А давайте купим черную краску для волос. Она не такая прям стойкая. Знаете, как краски. Это оттеночный бальзам. Я когда-то красилась в такой розовый. И эту фирму тоже знаю. Я колориста. Ну, давайте возьмем черную. Возможно, как... Ого, интенсивный сияющий цвет, ребята. Короче, набирайте лайки, если хотите этот эксперимент. Но, по-моему, она держится недели две, если не ошибаюсь. Кто красил, запишите. Я куплю. Это жесть. Кроме еды, конечно же, я люблю и всякие напитки. Кроме колы, что вы еще черное знаете, ребят? Есть еще Байкал. Но Байкал как-то я не очень люблю. Давайте найдем колу. А, вот, смотрите, как раз у нас есть Пепси. Давайте возьмем большую Пепси. Она черная. И хочу какой-то интересный напиток, который еще никогда не пробовала. Так, смотрите. А, есть Пепси Манго. Но у меня, кстати, на Манго аллергия. Это мы не берем. Ой, еще есть Пепси Лайт, кола. А где вот эти баночки? Помните, в Метро и во всяких магазинах есть такие какие-то ретро-баночки колы. И они стоят по 200 рублей. Но здесь таких нету. Энергосы. Но это мне не светит еще долго. Есть еще какая-то дзала. Но это, по-моему, энергетик. Его тоже нельзя беременным. Поэтому пропускаем. Это тоже энергетик. И вот это тоже энергетик. Да. Который, помню, часто дети в лайк снимали. И в тикток. Все? Нету? О, я беру квас. Смотрите, русский дар. Давайте его тоже возьмем. Квас мне можно. И кажется, все. Не густо, не густо. Уходим отсюда. Ну и, конечно, я не могла пройти мимо покупок для малыша. Если честно, ну, не может быть что-то черное. Детские вещи черные не делают. Кроме колготок. Ну, я знаю, что я как заботливая мама должна попытаться что-то найти. А иначе вы бы мне написали в комментариях, что как? Опять для единорока ничего не купила? Сразу вижу какие-то странные штучки. Мне показалось, что это что-то для бани. Не знаю почему. Но это органайзер для хранения игрушек. Короче, вот так вот его ставите. Но, не знаю, он серый. Он такой странный. Мне кажется, малыш испугается. Просто акулина такая нападает. Нет, такое мы брать не будем. Пойдемте дальше. Смотрите, здесь есть... О, я опознаю для себя новые штучки. Это сидушка типа для унитаза, наверное, приучать малыша. Вот горшка отучать. Сколько всего мне еще предстоит узнать. Здесь есть горшки. Ванночка! Мы уже купили ванночку, вы видели. Ну, посмотрите, какая она милая и розовая. Жаль, что тут не единорог. Так, а вещи? Ну, вещи только колготки черные. Кстати, из этого магазина мы много бодиков уже купили. Вы знаете, кто смотрит видео, мы прям много всего здесь купили. Какие-то шортики, возможно. Ну, во-первых, это синяя, а во-вторых, это на мальчика. Но так меня умиляют всякие милые штучки. Ребята, будут покупки для малыша, скоро будут. Вы все узнаете. Будет прям серия роликов. Ну, а сейчас мы поищем из того, что есть. Возможно, черная есть бутылочка и соска. Мне кажется, вот то, что надо, черная. Так, нет, соски тоже все беленькие, голубенькие. А вот царевна. Она прозрачная, мы же ее уже брали, помните? Она прозрачная. Нет. А это что такое? А, это соска? Соска... А, это насадка на бутылочку. Черная, это просто вот эти штучки, магниты от магазина. Нет. Хм. А это что такое? Брюки для малыша, но это для мальчиков, мне кажется. И вот еще классные, но они синие. Классные костюмчики с динозаврами, но они синие. А что же купить? Ну, хоть какой-то сувенир с каждого челленджа. Ребята, я очень расстроена, потому что в черном очень мало оказалось вещей. Я думала, будет больше. Посмотрите на мою тележку. Мы купили, в принципе, много, ну, мелких продуктов. Я хотела купить еще что-то для малыша, но, к сожалению, черного ничего нет. Поэтому буду потихоньку идти на кассу, возможно, возьму что-то там. И еще нужно разобраться, как оплатить велосипед. Потому что без него я не уйду, хоть что-то дорогое черное. А рассчитывала купить вот эту качелью яйцо. Когда-то я ее себе куплю или нет? Потому что в обычной жизни мне жалко 20 тысяч на нее тратить. А на челленджи... Юпочка черная! Нет, стоп, стоп! Вот, вот! Давайте возьмем. И не говорите, что она не черная. Она черная. Но она прям темно-темно-темно-темно-синяя-черная. Давайте возьмем на будущее. Какая она милая. Так, к своему платью лучше не прикладывать. Но она прям темно-темно-темно-темно-темно-синяя. Ребят, маленький единорог будет вам благодарен, если вы мне это засчитаете. Потому что для девочек обожаю такие наряды. Все. Я теперь приподнятом настроении иду на кассу. Но, возможно, еще по пути что-то ухвачу. Поэтому не теряйте. Ребята, спасибо, что были со мной весь этот челлендж. Тележка вроде, кстати, небольшая, но меня прям укатывает на поворотах. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Набираем 30 тысяч лайков. И я выпускаю следующую серию. Пишите в комментариях, какой цвет вы хотите. И самые залайканные комментарии попадут в следующее видео. Я вас всех очень люблю. Встретимся с вами в новых челленджах, в новых сериях. Пока-пока! А я отправляюсь на кассу.